Привет на Роботоп! Очередная подборка невероятных новых случаев с животными готова! Такого вы точно не видели! Начинаем! Невероятный момент! Птица спокойно сидела на своем гнезде, но добыча сама прилетела ей прямо в клюв. Глупый шмель был с легкостью пойман и сразу же проглочен. Во время съемки с дрона красивых пейзажей над рекой, летательный аппарат наткнулся на пролетающую стаю птиц. Дрону не повезло, в него врезалась последняя птица. Потеряв координацию, человеку все-таки удалось удержать свой дрон в воздухе. Пришлось сделать аварийную посадку, но в воду он не упал. Оказавшись на открытой местности, небольшой ящерицей сразу заинтересовалась хищная ворона. Как только птица легонько ущипнула ворону за хвост, он тут же отвалился. На этот раз такой защитный механизм ящерицы спас ей жизнь. Она просто уползла и спряталась, и ее хвост вскоре отрастет. Старый же продолжал двигаться и отвлек на себя все внимание вороны. На поле для гольфа рысь подкралась к кролику плотную и атаковала. Добыча в ее зубах, и кошка быстро уносит ее в кусты. Похоже, что эта кошка охотится на этом бетонном причале не первый раз. Выбравшись из своего укрытия, она незаметно подкрадывается к кормящимся чайкам, и ее нападения никогда не бывают безрезультатными. Дальше она быстро утаскивает добычу в свою нору. Люди, снимающие Ниагарский водопад, стали свидетелями очень печального момента. В воде им удалось заснять оленя. Течение на полной скорости несло его к обрыву, и он улетает вниз с тонами воды. Парень заметил паука на джинсовой юбке своей девушки. И у них вместе созрел гениальный план. Увидев на тарелке с фруктами муху, они решили устроить настоящую битву насекомых. Удивительно, но паук заметил муху и очень быстро сообразил, что делать. Он перепрыгнул на стол и начал сближение. Паучок тихонько подкрался на расстояние атаки, и после молниеносного прыжка поймал муху. Люди были в восторге. Женщина испортила романтическое свидание этих двух хищных птиц на верхушке дерева. Ее ждала молниеносная атака и испорченная камера. На камеру видеонаблюдения удалось заснять шокирующую встречу мужчины с двумя агрессивными белыми медведями. Отбиваться пришлось подручными средствами, но мужик оказался очень храбрым. Он бросил палку бегущего на него медведя, и это сработало. Медведи испугались и отступили. Людям удалось заснять невероятную сцену охоты. Пума атаковала и повалила на землю довольно крупного олененка. Но это еще не конец. Вдруг из леса выбегает разъеренная мамаша олениха и начинает топтать пуму копытами. Но сумасшедшая пума не обращала на удары никакого внимания и продолжила удерживать оленя. Олениха поняла, что малыша уже не спасти, и убежала. Мужчине на рыбалке удалось заснять невероятную молниеносную атаку сокола на какую-то птицу. Вы даже можете услышать этот удар. Птица камнем упала в воду, а сокол сразу же ее подобрал и уносит в свое гнездо. А вот и лошадь, которой в ее стойле было очень скучно, так что она нашла дохлую крысу. У лошади получился неплохой спиннер, и так она играла очень долго. Парень с автомобиля снимал крысу, которая быстро перебежала дорогу и начала вскарабкиваться на высокий забор. Залезть на забор удалось очень быстро, но скрытность была на нуле, так что она оказалась в когтях у сокола. Хищник быстро уносит свою добычу. Змея на камнях атаковала геккона, накинула на него свои кольца и начала душить. Но вы только посмотрите, из какой-то трещины на спасение выползает его друг. Друга не пугают многочисленные укусы змеи, он настроен серьезно и сам начинает кусать змею. Рептилия испугалась, отпустила добычу, и они вместе со спасателем падают вниз. Победа за гекконами. Ну а такого вы точно не видели и не слышали. Касатка имитирует работу лодочного мотора, чтобы запутать скатов и быстро поймать свою добычу. Звучит реально, как мотор плывущей лодки, и как только касатка поймала добычу, звук сразу пропадает. Остановившись на мосте, чтобы пропустить большое стадо бегущих бизонов, у водителя не было вариантов, чтобы уехать с дороги. Оставалось надеяться, что дикие животные спокойно пройдут рядом. Но чудо не случилось. Один сумасшедший бизон залетел прямо на капот и разбил лобовое стекло. Хорошо, что никто из людей не пострадал. В Австралии люди начали необыкновенное соревнование. Кто поймает самого длинного песчаного червя? Ловить их довольно просто. Главное соблазнить приманкой, чтобы череп высунул свою голову. А потом просто вытянуть из песка, как длинную веревку. А вот и забавная встреча львиного прайда с большим стадом буйволов. Львы явно испугались, и кто мог, сразу залез на небольшое сухое дерево. Но когда буйволы подошли ближе, все разбежались в полной панике. На дереве осталась только самая смелая львица, и буйволы решили ее не трогать. Раненая птица залезла возле берега на какой-то белый кусок материи. Но спрятаться от крокодила не получилось. Он тут как тут. Зубастик атакует, но все, что ему удалось укусить, это только эту белую материю. Птица спасается бегством, но далеко сбежать ей не удалось. Крокодил догнал ее очень быстро. Мужчину на автомобиле заинтересовала рысь, которая просто прогуливалась по улице города. Но заснять удалось кое-что очень интересное. Когда рысь залезла на забор, прямо возле нее выскочила белка. Такую возможность перекусить, рысь упускать точно не собиралась. Если вы досмотрели до конца, значит вам было интересно. Так что сейчас самое время нажать на колокол. Спасибо всем за просмотры и комментарии. До встречи в следующем видео.